МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Судния Истакаева. Сегодня в программе. Выбор сделан. Михаил Развожаев стал губернатором Севастополя, а экс-глава администрации Симферополя вернулась в Госсовет Крыма. Плов, сладости и подарки в Строгановке впервые прошел день села. Пока смот в необычной локации, Белая скала впервые превратилась в подиум для фэшн-моделей. Первые 500 баклажек питьевой воды развезли волонтеры воды пожилым людям в Симферополе и районе. Координационный штаб создали на базе Госкомитета молодежной политики и Ресурсного центра поддержки добровольчества. В нем уже зарегистрировались порядка 300 желающих. Подробнее расскажет Северия Меметова. Спасибо вам всем и мальчикам, и девочкам. Спасибо огромное. Не сдерживая слез, Рита Протопопова благодарит волонтеров за оказанную помощь. Сегодня ей привезли питьевую воду. Пенсионерка живет одна. Поднимать тяжести уже не позволяет здоровье. Вы мне помогаете, привозите водичку. У меня большая кастрюля, я нагреваю воду, если там что-то помыться. Ну так потихонечку справляюсь, конечно. Приятно удивлена и 83-летняя Людмила Демчук. Сейчас вода для нее лучший подарок. Мы не привыкли к таким добрым отношениям, вообще к заботе. И поэтому это очень трогает. Очень. Спасибо большое вам. На базе Ресурсного центра поддержки добровольчества создали координационный штаб «Волонтеры воды». Воду привозят жителям Симферополя и Симферопольского района. В основном в помощи нуждаются маломобильные граждане. Буквально за несколько дней в штабе зарегистрировалось около 300 человек. Волонтерами могут стать все желающие. У нас идет регистрация волонтеров для того, чтобы это все систематизировать и чтобы они могли знать, куда они могут приехать за питьевой водой. Изначально заявки поступают в Госкомитет молодежи и ГУП «Вода Крыма». После их переадресовывают волонтерам. Сегодня мы едем к четырем бабушкам. Мы им раздадим по 12 литров воды. Это достаточная на самом деле норма. В этот раз помощь оказала одна из общественных организаций. Мы как общественная организация за социально ориентированный бизнес решили нашей организации оказать помощь нуждающимся маломобильным группам населения через штаб волонтеров воды, который был недавно создан. И считаем, что это хорошее дело помогать другим. По словам Сергея Аксенова, на повестке дня все еще остаются основные проблемы, связанные с качеством и напором воды. Если есть возможность не отключать где-то локально, то надо это делать. Но я имею в виду районом в целом. Люди тоже пишут некоторые обращения, что у всех должны быть справедливые условия. Но чтобы не было так, что в одном доме напротив с утра до вечера никогда не отключают, а тут же рядом, в котором практически никогда нет коллеги. Поэтому главный вопрос – справедливость в этой ситуации. Как отметил глава Крыма, во всех проблемных ситуациях главная своевременная реакция. Сделай добро, и оно обязательно к тебе вернется. Сегодня волонтеры развезли первые 500 баклашек питьевой воды. В первую очередь ее старались доставлять пожилым людям, которым сложно самостоятельно передвигаться. Акция не единоразовая, воду будут доставлять по мере необходимости. Севелия Меметова, Виталий Голубев, телеканал Милет. Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя. Городской избирком завершил подсчет голосов. Результаты голосования будут утверждены на заседании комиссии. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя набрал почти 86% голосов. На пост главы города Михаил Развожаев выдвигался «Единой России». В Крыму на дополнительных выборах депутата Госсовета победу по предварительным данным одержала также представитель этой партии, экс-глава администрации Симферополя Наталья Маленко. О том, как проходили выборы в Севастополе и в Крыму, расскажет Руслан Минаев. Выборы губернатора Севастополя впервые проходили в течение трех дней. Избирательная комиссия подошла к голосованию максимально ответственно. В субъекте работало 187 избирательных участков. Семь из них были расположены в местах временного пребывания граждан. Комплексы обработки избирательных бюллетеней «Каибы» работали в каждом из 180 постоянных избирательных участков. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Всего на выборах губернатора Севастополя было зарегистрировано более 320 тысяч избирателей. Явка составила почти 50%. Следили за ходом голосования на избирательных участках более 230 наблюдателей. По информации Севастопольского избиркома, за весь период голосования было принято 44 обращения о нарушениях. Мелкие процессуальные нарушения, естественно, были, которые не могут вообще рассматриваться как основания для отмены каких-либо результатов по отдельным участкам. Победу одержал Михаил Развожаев. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя набрал почти 86% голосов. По мнению политолога Олега Габриеляна, при такой явке это в полной мере отражает мнение севастопольцев. Севастопольцы пропускают через какой-то фильтр критериев, что человек делает для города, для Севастополя, и тогда принимает или отвергает человека. Мне кажется, Развожаев нашел тот формат диалога с горожанами, и они ответили ему доверие. Результат Михаила Развожаева оказался самым высоким по стране в единый день голосования. Всего по России губернаторские выборы прошли в 18 регионах. В 12 из них победу одержали представители партии «Единая Россия». Партия власти действительно остается партией власти, остается действительно лидирующей политической силой в стране. И выборы в Севастополе и других регионах нашей страны показали, что «Единая Россия», несмотря на сложности социально-экономического характера, все равно партия власти сохраняет свои позиции. В Республике Крым также проходило голосование. Выбрали депутата Государственного совета по 19-му одномандатному округу Симферопольского района. По информации избирательной комиссии, явка составила более 20%. Победу одержала представитель «Единой России» Наталья Маленко. Итоги голосования подвел председатель Госсовета Владимир Константинов. Она опытный чиновник Наталья Федоровна с большим стажем. Умеет и знает, как решать вопросы, касаемые избирателей, как их доводить до какой-то, так сказать, завершенной части. Опытный управленец в этом плане Симферопольский район приобрел хорошего союзника, в решении своих проблем. За Наталью Маленко свои голоса отдали больше 72% пришедших на участки избирателей. Руслан Минаев, Виталий Голубев, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Реставрация форта Тотлебен идет в Керче. Памятник культурно-исторического наследия воссоздают по архивным данным. На объекте побывала Сабина Дениева. Реставрация крепости Керчь началась в феврале. Проведены противоаварийные работы, усилены фундамент и стены капониры. Камнетесь-граничник Павел Мартынов сейчас работает над восстановлением главных ворот. Восстанавливаем Керчьевскую крепость. Простыет она очень долго, так, как и стояло. 118 миллионов рублей на реконструкцию выделили из бюджета по федеральной целевой программе. Работы выполнены на 50%. По словам строителей, все детали воссоздаются по архивным материалам, документам, фотографиям. Крепость Керчь – оборонительное сооружение, возведенное в 19 веке. Было построено для обороны Крыма и перекрытия судоходства между Черным и Азовскими морями. Форт Тотлебен расположен на южной стороне города Керчь. Его площадь около 40 гектаров, 7 километров неприступной стены. Из 600 орудий. Большая часть крепости находится под землей и полностью укрыта растительностью. На протяжении 80 лет она была самой мощной крепостью Российской империи. Сейчас строители старательно работают над основным ее символом – главными воротами. Именно с них посетители начнут знакомство с фортом Тотлебен. По всей реставрации капонира номер 12 главных ворот был применен аминьский камень местного месторождения, то есть крымский, как и он изначально. Участки входной группы, которые минимально пострадали от времени, останутся нетронутыми, рассказывает Александр Коврышкин. В планах у специалистов укрепить конструкции, восстановить амбразуры, расположенные по периметру капонира, а в некоторых из них установить макеты боевых орудий, которые защищали передовые позиции. Сабина Дениева, Виталий Голубев, телеканал Милет. Продолжается реализация проекта «Вспомнить всех поименно». На воинском кладбище в Симферополе волонтеры провели субботник, так организаторы хотят популяризовать добровольчество в сфере культурного наследия. Подробнее в сюжете Марина Соловьевой. Узнать о том, как люди воевали, оставаться небезразличным тем, кто отдал свои жизни ради других. Так 12-летний Артем Птух объясняет, почему решил участвовать в субботнике на воинском кладбище. Среди волонтеров он самый юный. Для меня важно узнать историю, когда произошла эта Великая Отечественная война, почему она произошла, и просто чтобы помочь остальным людям. 17 волонтеров, большая часть – историки, студенты Таврической академии. Я ни разу не была волонтером. Я хочу помогать, облагораживать исторические памятники. Это, я считаю, моя работа, так как я поступила на исторический факультет. И тем более это дань уважения всем погибшим воинам, которые отдали свою жизнь. Вспомнить всех поименно. Аналогичную акцию уже провели 10 сентября на Старо-русском кладбище. Там участвовали более 30 человек. А сегодня, помимо уборки территории, студенты проводят историко-культурные исследования. На топографической карте уже есть информация о памятнике. Они отмечают изменения. Ребята проводят сегодня мониторинг состояния этих объектов, фотофиксацию, знакомятся с памятниками для того, чтобы дальше, используя открытые базы данных, можно было провести уже уточнение имен тех воинов, которые в братских могилах захоронены. Воинское кладбище – объект культурного наследия. Его площадь более двух гектаров. Здесь захоронены 8 героев Советского Союза, 598 солдат и офицеров, а также 10 братских могил. Почтить их память может любой желающий. Акция продлится до начала октября. Марина Соловьева, Рамазан Илевапов, телеканал Миллет. 8 пациентов выписаны из крымских больниц с выздоровлением после коронавируса за истекшие сутки. Ковид подтвержден у 75 человек. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Всего в Крыму с начала пандемии выявили более 3000 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 2000 пациентов. Ситуация находится на контроле оперативного штаба. Сергей Аксенов призвал граждан соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и безопасную дистанцию в 2 метра. День села впервые прошел и в селе Строгановка. Для гостей устроили настоящий праздник. Концертная программа «Вкуснейший плов. Сладости. Подарки». Не обошлось без праздничного фейерверка. Подробнее в сюжете «Султанье. Бакал». Блеск в глазах, радостные улыбки и море позитивных эмоций сопровождали гостей на протяжении всего вечера. Для них на сцене яркая концертная программа. Десятилетняя Мавиле Бешикчи родилась в Строгановке. Сегодня она в составе танцевального ансамбля «Отеж» радует гостей национальными танцами. Радостные, положительные эмоции, что сегодня такой день, день рождения нашего родного села Строгановка. День села запомнится и самым маленьким жителям Строгановки. День села проходит впервые. Это большой праздник для местных жителей. Его ждали все, а особенно дети. Для них сегодня бесплатные развлечения и сладости. Свои призы получили участники конкурса рисунков, который был объявлен заранее. В нем свои произведения представили больше десятка детей. Не забыли и о долгожителях. Всем восьмерым вручили подарки. Самому старшему из них 93 года. В наше время прожить до такого возраста – это, наверное, счастье. Поэтому мы не могли оставить это без внимания. Согласно архивным данным, в начале сентября произошло объединение трех сел – Верхний, Средний и Нижний Строгановки в одно. Хотим сделать, чтобы каждый год, это у нас вошло в историю, проводить ежегодно эти праздники. Чтобы наши дети знали это, радовались. Это все делается для нашего будущего. После концертной программы гостей угощали узбекским пловом. Не обошелся вечер и без праздничного фейерверка. Султане Бакал, Алим Сейдалиев, телеканал Милет. День основания микрорайона «Фонтаны» и Акмечеть отметили в 44-й школе имени Алими Абденанова в Симферополе. Ученики под руководством преподавателей организовали концертную программу. О празднике расскажет Аяр Велиуллаев. Пять минут до начала. Гости в ожидании концерта. Ислям Виджат шесть лет занимается музыкой. На кларнете он исполняет инструментальную композицию «Арцах», написанную современным армянским композитором. Я очень рада, что я здесь выступаю. Я горжусь своим районом. Первый камень при основании микрорайона был заложен восьмого, но официальным днем рождения принято считать 11 сентября. Фонтаны и Акмечеть отмечают свой юбилейный день рождения. Сегодняшний день отмечается 30-летие со дня основания микрорайона Акмечеть и микрорайона Борчухра. 30 лет люди, граждане живут на своей исторической родине, построили дома. И сегодня тот день, который празднует их возрождение на своей родине. В микрорайонах проживают люди разных национальностей, но 80% крымские татары. Традиционная молитва и добрые пожелания с праздником жителей поздравляет помощник муфтия Раим Гафаров. Мы вернулись сюда с депортацией, с мечтами, с молитвами тех, кто остался вдалеке, это наши предки. Они всегда хотели, чтобы мы здесь, в Крыму, построили дома, построили школы, построили садики. И на данный момент мы очень рады тому, что наши мечты сбываются. Массовые гуляния в связи с противоэпидемиологической ситуацией заменили на праздничный концерт. Ученики школы подготовили художественные номера, а самых активных жителей микрорайонов отметили грамотами. Аяр Вилюлаев, Арсим Фукала, телеканал Миллет. Образы, подсказанные самой природой. Осенний сезон Crimean Fashion Week стартовал на полуострове. Местом фэшн-притяжения стала Белая скала. Свои коллекции презентовали крымские и московские дизайнеры. О мире моды – сюжет Ленузы Бурситовой. Последние приготовления и маленькие модницы выходят на подиум. Среди них и принцесса Тавриды Сабрина Даглы. Робкой детской походкой демонстрируют наряд от студии Дженейр. Бархатный показ превратился в настоящее шоу. Модели ходили прямо у подножия скалы, а над их головами проецировалось предзакатное небо. Уникальная природная локация «Белая скала» в этот вечер превратилась в модный позиум. А все потому, что дизайнеры вдохновляли не только фэшн-тенденции, но и крымская природа. Старт осеннего сезона Crimean Fashion Week – это не просто показ мод, а своеобразный респект природе и окружающей среде. Неделя моды у нас на самом деле будет растянута до ноября месяца, потому что мы хотим показать разные локации, как природные, так и показы будут в залах, где показы проходить. И прилетают дизайнеры и после недели моды в Москве. А это коллекция московского дизайнера Евгении Климковой. В ней две капсулы – нежные платья в романтическом стиле и эко-шубы. Образы базируются на самых трендовых цветах этого года – мятном и пудровом. Отдохновляюсь на тех же подиумах, потому что сама я продюсер и как раз эту коллекцию разрабатывала для того, чтобы ее дальше продвигать именно в рамках подиумов высокой моды. А эти необычные образы навеяны стихиями природы – длинный шлейф и роскошные украшения. Каждый образ от Ольги Кирсановой уникальный и неповторимый. Сценический образ полностью от украшений до платья. В этой коллекции собраны модели за последние два года – это полет моей творческой фантазии. Закрывает показ «Королева осени». Ее сопровождает символ мощи и грациозности. В мир нестандартных дизайнерских решений поклонники фэшн-индустрии смогут погружаться до конца ноября в разных, порой неожиданных локациях. Леноза Борсиитова и Асан Ибрагимов. Телеканал Милет. Победителей сразу в двух розыгрышах кубков по смешанным единоборствам определили в Симферополе. В октагоне сражались опытные и начинающие бойцы из столицы республики – Ялты, Алушты, Севастополя и Керчи. Мотивация выиграть поединки была двойной. Ведь на кону стояли не только титулы, но и шанс попасть в состав сборной. В ядовито-красном восьмиугольнике горячо так, будто лето не покидало Крым. На арене 12-летний Амет Чакалов из Симферополя. В ММА юный спортсмен выступает лишь второй раз, но незначительного опыта ему хватило, чтобы убедить всех судей в своем превосходстве над соперником. Я убирал таксику больше двигаться, нагнетать, переводить партой и бороться. Таких как Амет юных и перспективных в октагон вышло порядка сотни. Спортсмены представили ведущие клубы Симферополя, а также Южного берега, Керчи, Феодосии и Севастополя. Я очень рад, что возрождается, скажем, наши все виды боевых искусств, в том числе. Весь спортивный мир немножко воспрял духом, потому что достаточно большой был период времени. Тем более, что по боевым видам искусств у нас в следующем году уже пройдет чемпионат России. Для того, чтобы поехать на чемпионат страны, теперь вовсе не обязательно экономить на экипировке. В Крыму спорт поддерживается. На сегодняшний день у нас как меры поддержки – это стипендии спортсменам, это гранты госсовета. Так что наши спортсмены, как говорится, в беде не оставим. Впечатляет и общая сумма федеральной поддержки крымского спорта. Только в 2020 году из бюджета страны выделено 20 миллиардов рублей. Успех в спорте выражается в цифрах. Лишь за прошлый год на реконструкцию центра, ныне принимающего практически все ключевые соревнования в масштабах республики, было израсходовано свыше 120 миллионов рублей. Все это деньги из федеральной казны. Вот эта золотая россыпь далеко не главный стимул победить для всех 100 бойцов. Уже в следующем году лучшие из лучших в составе сборной Крыма отправятся покорять континент. Несмотря на санкции, участниками бойцовского чемпионата Европы станут и крымчане. Соревнования пройдут в Италии. Нараз Близицкий и Гармазан Наливатов, телеканал Билет. Это все новости на сегодня. А прямо сейчас не пропустите очередную серию индийского сериала «Султан Разия». Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!